Доброе утро, дорогие мои! Как приятно снова быть с вами на пророческое послание. Почему приятно? Потому что слово от Господа, это как мед на уста, оно дает вкус и меняет жизнь. И такова моя молитва, чтобы сегодня слово Божие особо принесло вам вкус жизни во имя Иисуса Христа. Халлилуйя! Халлилуйя! С вами Самсон Ачампун и на передаче пророческое послание. Сегодня мы начали говорить с вами о том, в этой неделе, что мы говорили о водительстве Господа. Водительство Господа. И мы много уже говорили. Но сегодня я хочу немножко идти дальше с вами. Халлилуйя! Я уверен, что Бог сделает вместе с нами один шаг вперед. Шаг в чем-то прекрасном обетовании жизни. Это шаг в благословении. Халлилуйя! Мы с вами сделаем этот шаг. Окей. Писание написано в Салом 35 глава 16 стих. Это откуда мы взяли наше местописание. Написано, и провел народ свой через пустыню, ибо вовек милостиво. Бог проводит нас через разные обстоятельства. И когда Бог проводит нас через чего-то, это значит, что Бог ведет нас. Бог впереди, и мы за Ним. То есть, Он ведет нас, и мы полагаемся на Его водительство. Это как прекрасно. Сам Господь Иисус Христос, согласно Евангелия от Матфея, 4 глава, был поведен Духом Божьим в пустыню. Даже чтобы идти в пустыню, Дух Святой вел его. И когда Он пошел в пустыню, Он постился. Дух Святой дал ему всякие сенсы, силу, чтобы он мог побывать на этом месте для уединения с Богом. Чтобы он мог с Богом обсуждать. А определенные вопросы касающиеся, его служение и служение людям. Чтобы он мог принести максимальный пользу и благословение людям. И я уверен, что Бог поведет кого-то из вас, из нас, куда-то, в чем-то, который принесет определенный результат. Результат на пользу во имя Иисуса Христа. Библиот утверждает, что когда Иисус вышел из пустыни, что-то произошло. Приступил к нему дьявол, чтобы искусить его. Чтобы испытать его. И задал ему три вопроса. Первый вопрос, это был вопрос, связанный с его сыновьем. Чтобы Иисус как-то якобы сомневался о том, кто он и откуда он. Хотя дьявол знает Иисуса, прежде чем, что Иисус пришел на землю. Они же все были вместе, на одном месте. Но из-за непослушания и грехи дьявола он бы выиграл. Поэтому он знал, что на земле Иисус, он человек. Это Бог в человеке по именем Иисус на земле. И поэтому он начал его искушать. Искушать о том, чтобы он творил чудеса. Иисус сказал, этого пока не надо. Потому что не только к левому одним будет жить человек, а всяким словам исходящий Иисус Божий. Потом он ввел его в высокую гору и искушал его, чтобы Иисус бросал его, чтобы Бог послал свои ангели, чтобы они похватили его, чтобы он разбился. Но Иисус сказал, искушать Бога не надо. Бог никого не искушает и ими искушать никто не может. Злом не искушает и никто не может его искушать. И третий раз он пытался сократить все и прилагал Иисуса богатство, слава, мира сего. Замен поклонения Ему. Иисус сказал, только Богу одному надо поклоняться. И это была очень важная фраза из уст Иисуса. Когда ты принимаешь твердое решение, скажешь, только Богу одному я буду служить. Сатана, не важно, что ты делаешь, но я наступлю, я буду служить. Только Богу одному дьявол уходит, оступает. Это фраза, которую создали сатана оступить от Иисуса. Иисус сказал, только Богу одному надо поклоняться. Я свой выбор сделал твердо и не собираюсь меня. Не важно, что происходит, не важно, что случится. Мой выбор твердо. Когда Дух Святой ведет тебя, Он ведет тебя к победе. Он ведет тебя к тому, чтобы ты нашел себе присутствие Божьей. И когда ты определяешь Духом Божьей, я буду только Богу поклоняться. О, небеса будут на твоей стороне. Бог на твоей стороне. Иисус на твоей стороне. И Дух Святой на твоей стороне. И дьявол оступает от тебя. Халлилуйя. Я молюсь, чтобы твое решение служить Богу было твердой. Настолько, что у дьявола не будет места больше в твоей жизни. Чтобы Он не покажет какие-то фокусы, козы свои, все его лежи, ты станешь твердо. Несмотря на все, что происходит, я принял решение твердо только одному Богу служить. Халлилуйя. И смотрите. Библейские времена... Я хочу ввести нас к чему-то серьезному. Библейские времена, особенно в заветные времена, Бог говорит людям через пророков. Через пророка. Это очень важно. Для этого давайте посмотрим. Вторая книга Паралипомином. Двадцатая глава. Что там мы замечаем? Четырнадцатого стиха. И двадцатый стих. Четырнадцатого стиха. Израиль был засадой сирийской армии. И они боялись. У Израиля был царь Иосифат, богобоясный. Но они не знали, что делать. Им нужно водительство. Им нужно знать, что делать. И как двигаться дальше. Потому что перед ними угроза. А им нужно не поражение, а победа. Аллилуйя. И пророк встал. Тогда написано. И тогда на Иозила, сына Захарии, что-то произошло. На него сошел Дух Господень среди собраний. Для чего Дух сошел на него? Чтобы давать направление. Давать направление. Давать подсказки. Стратегии. Выход из ситуации. И он сказал им. Слушайте. Все люди и жители Иерусалима. И царь Иосифат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь. Не ужасайтесь. Миножество всего великого. Не бойтесь их. Ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступайте против них. Вот они сходят на возвышение тиц. А вы выйдете. Вы найдете их на конце долины. Перед пустынью Иеруилу. Он говорит им такие слова. Не вам стражаться. На сей раз. Вы станьте и стойте. И смотрите на спасение Господне. Посылаемое вам. Иуда и Иерусалиме. Не бойтесь. Не ужасайтесь. Завтра вы ступите на встречу им. И Господь будет с вами. Халлилуйя. И преклониться. Иосифат. Лисом к земле. И все людей и жители Иерусалима. Пали пред Господом. Чтобы поклониться Ему. Видите что происходит. Они начали поклоняться Богу. После того, что пришло слово от Господа. И слово просто не пришло. Дух Святой сошел на этого пророка. И он дал стратегию Божьей. На самом деле, когда вы слышите, что он сказал. Это что-то безумие. Это нелогично. Первое. Он говорит им. Не бойтесь. Не ужасайтесь. Битва Господня. Но завтра утром. Вы идите на встречу. Стоп. Если в битве и стражение не нам стражаться. А Бог будет стражаться. Зачем нам идти на встречу? Лучше мы можем оставаться дома. Чтобы Бог стражался. Пусть Бог один идет и стражался. А мы будем сидеть дома и ничего не делать. Он говорит. Нет. Но вам надо идти. Идти на встречу с врагами. Халлилуйя. Халлилуйя. Когда Дух Святой ведет. И надо. Он ведет нас не так, как мы понимаем. Не так, как мы себе представляем. Что все должно быть. Он ведет нас. Потому что он знает, что будет в конце. Когда вы смотрите в этой истории. В конце Бог устроил так, чтобы они нападали на друг друга. Эти враги сами начали убивать друг друга. И не только убивали друг друга. Но на войне они принесли золото, серебро, богатство. Бог приготовил богатство для израильтян. И поэтому, если бы они сидели до ума, они ничего не имели. Враги умирали. И кто-то пришел и собрал все, что им надо бы получить. Поэтому казалось, что здесь смысл никакого нечего. Если Бог не будет сражаться. И я не должен бояться. Не должен ужасаться. Зачем мне стать рано утром и идти на встречу с врагом? Это ума не может понять это. Но не значит, что Бог не понимает. Потому что его пути, его мысли так далеко о нашей с вами. Когда Бог что-то говорит, оно как будто нам не понятно. Но он знает, куда он ведет нас. Халлилуйя. Я говорю, Бог знает, куда он тебя ведет. Он ведет тебя к победу. Халлилуйя. Когда Израиль вышел из Египта и встретились моря красные. Они не поняли, куда Бог нас ведет. Перед нами море за спиной враги. Куда ты нам ведешь? И Бог дал направление в водительство. Господь заговорит через Моисок. Не бойтесь. Эти египтяне, которые вы видите сегодня, вы больше не увидите. Это звучит абсурд. Перед нами море за спиной враги. И ты говоришь, что мы их больше не увидим. А они за нами гонятся. Как мы их не увидим. А Бог проделывал путь там, где ее не было. Бог положил дорогу в море. Море расступилось. И поезд дорогу, сухую дорогу. И они прошли. А враги, пытаясь за ними идти следом, они утонули. Но Израиль не утонул. Ты не утонешь. Ты выйдешь с этой проблемой. Проблемы твои не утонут тебя. Не будут иметь власть. Ты выйдешь в это состояние. Скажите на это жирный аминь. Аллилуйя. Но 20 стих. Вторая параллель по минону. Написано. И стал они рано утром. И выступил в пустыне Фиска. И там Иосифа сказал. Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верите Господу вашему. И будьте тверд. Верите пророкам его. И будут вам успеть. Две вещи он утвердил. Верите Господу. И будете твердым. Вы утвердите за жизнь. И во-вторых, верите пророкам его. И будете вам успеть. Это две очень интересные вещи. Когда мы верим Бога, Его Слово утверждает нас в жизни. Дает нам твердый, крепкий опор. Как будто мы строим дом на скале. И когда поднимается буря и шторм, а дом наш будет стоять. А дома, которые построены на песке, они разрушаются после испытания этого дома. Но когда твоя жизнь стоит на Иисуса Христа, ты не упадешь. Ты устаешь. И когда Дух Святой видео тебе написано, во дни Духом Божьим, суть Сыни Божьей. Сыни Божьи не падают. Халлилуйя. Они всегда стоят в воде. И они идут вперед. И Библия делает нам понять, что верите пророкам. И здесь я хочу сделать такое завремя. В библейские времена, в ветерзаветные времена, Бог говорит пророкам. Даже цари служили как пророки. Судьи служили как пророки. Например, Самуэл служил как пророк для Израиля. Давид служил как пророк для Израиля. Даниил как пророк. Многие служили как пророки. То есть там, в этом завете, Боже мы видим дар служения пророка в движении. Бог через дарит служение пророку, говорит своему народу. Халилюя. На новом завете по-другому. В этом завете из-за того, что канал водительства Божия для народа был через пророка. И здесь мы читали, что он говорит, верите пророкам. Окей, есть Слово Божие, и бывают ситуации, в которых мы не видим, что Слово Божие говорит. Бывают такие ситуативные моменты в нашей жизни, что нам нужно, чтобы кто-то сказал нам четко, что Бог говорит нам, дает направление водительства. Водительство четкое. Например, в этой ситуации не было видно для Иосифа и народа, жителей Израиля и Иерусалима и Иудеи, что сейчас как-то как победить эти враги. Не было написано где-то. Поэтому нужен пророк, чтобы сказать четко, что им надо делать. Обычно написано, это раз Господь побороса за вами. Звучит другие времена, они сами воевали. Бог би с ними, но они воевали. Но это раз вы не будете воевать. И для этого нужно, чтобы пророк ситуативно даст Слово. Например, вы меня слышали сейчас, и Бог говорит тебе, сегодня что-то изменится в твоей жизни. Все, что идет против тебя, пришел день, когда все остановится. Бог вывели тебя из этого, как через море, и в землю обитовании, место благословения. Аллилуйя. Кому-то говорю пророчество для вас сегодня. Сегодня же, сегодня же, это кажется, что абсурдно. Может быть, врат поставил диагноз, страшный диагноз. Может быть, идет, ухудшение ухудшит. Но сегодня Бог говорит, конечно. И все, что тебе нужно, это не вопрос чувства, это не вопрос эмоций. Потому что там, где страх, это много эмоций. Там много эмоций. Он говорит, ну, ужасайтесь. Эмоции, которые реагируют на ситуацию. Он говорит, не-не, здесь не вопрос эмоций. Здесь вопрос Слова Божьего. Слушайте, что Бог говорит. И сделайте шаг веры. О, да, враги вперед, но ты сделаешь шаг веры. На основании слова ты шагаешь вперед. Потому что, так Бог сказал, так и будет. Халилуя, халилуя. Но, я вас расширю, потому что есть много чего сказать. Боюсь, что время они меня не позвонят. Евреям первая глава, смотрите, что там написано. Евреям первая глава. Очень интересно написано. Бог, первый стих, многократно, многообразно говоришь издрели отца пророка. А последний день, все говори нам, сыне которого постави наследником всего, которого и веки сотвори. Сея, будучи сияние слави, образ испостасти его, и держа все слово силе своей, совершив с собой очищение грехов наших. Халилуя, васил одесну престола величие на высоте, будучи столько первосходней ангелов, сколько славнейше пред ними, наследовав имя. Халилуя. Чтобы именем его все колени преклонялись. Теперь послушайте внимательно. В веки заветные времена, народ был, Бог через народ проявил водительство своего. Но в новом завете, Бог расширил это, не только через пророков. То есть в этом завете работа дарит служение пророка. Но в новом завете появилось пять дарит служение апостола, пророка, евангелиста, пастора и учителей. Халилуя. Эфицианам 4 глава с 8 стиха говорит, что он дарит человекам. Халилуя. Дарит человека. Не только теперь через пророка Бог будет говорить. Но еще добавить 4 апостоли, евангелисты, халилуя, пасторы, учителей для совершения святий, чтобы они пришли к единству веры для дела служения. Халилуя. Здесь, значит, через эти люди все верующие будут подключены к определенным делам служения, когда Бог будет вести нас. И поэтому написано, водимый Духом Божьим, суд детей, сыны Божьи. То есть Бог теперь не ограничивает своего водительства только через пророки, но через каждого верующего. Написано, что уверевавшие же во мне будут сопровождать. Халилуя. 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 О, слава Богу. Если те библейские времена через цари, цари служили как пророки, кроме того, что они цари, судей, как сами служили, так же, как пророки, на Новом Завете все не в одном человеке. Разве ты не радуешься за это? Халилуя. О, Господь. Бог решил поднять апостолей, поднять пророки, поднять евангелистей, особенно евангелистей. Я бросаю вам визу, когда у вас все, если болеют за спасение людей, утверждать их во кресте, чтобы они увидели креста, и чтобы им открылось креста во всей широте и полноте его славы. Халилуя. Не славнейшие, превосходнейшие него, через которого чудеса и знамения. И одно из чудеса – спасение душ от грехов, исцеление от немощи недугов. Халилуя. Утверждение людей, о, Царство Божие. Халилуя. Чтобы они наследовали жизнь вечную. Халилуя. Чтобы они имели Христа, ибо тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Молодцы. Халилуя. Слава Богу. Поэтому мы видим здесь, что многократно, многообразно, различным путем было водительство Господне. Было водительство Господне. Халилуя. Халилуя. И здесь мы видим, что в последние дни Иисус хочет через себя. Иисус хочет поднимать людей. Так необходимо следовать за Его водительством. Как важно следовать за Его водительством. Халилуя. Давайте еще посмотрим. Интересные вещи. Иоанна 16. Иоанна 16, 7 стих. Иисус сказал, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешить и не придет к вам, а если я пойду, то и пришлю его к вам. Слово утешить параклетус. И греческий язык параклетус. Пара, как я недавно услышал, это значит против. Клетус прокладе. Значит против прокладе. То есть я пошлю вам другого, который против прокладе. Что такое прокладе? Все, что противоречит благословение. Все, что не является благословением. Грек противоречит благословение. Благословение противоречит благословение. Все, что не от Бога, параклетус придет. Параклетус придет. Он остановит. Стоп прокладе. Стоп греха. Стоп болезни. Стоп нищете. Аллилуйя. Бог пошлет вам другого. Ведь Иисус Христос пришел, чтобы остановить греха. Остановить смерти. Остановить ада. Победить их. Остановить, значит, побеждать. Аллилуйя. Когда Дух Святой ведет нас, Он ведет нас к победе. Он ведет нас к наследию. Он ведет нас, чтобы мы стали наследниками Бога и с наследниками Христова. Аллилуйя. Аллилуйя. Он дает нам быть счастью чего-то большого. О, Божий план для нас. Аллилуйя. Чудово. И вот здесь Он дал нам другого утешить. Чтобы утешать. Утешить. Что-то делать. Остановиться. Он появляется. И волнение. И печаль. Уходит. И приходит что? Другое состояние. Другое состояние. И для этого нам нужно шагать верой. Господь Иисус Христос. Шагать верой. Изъять Его Слово. Аллилуйя. 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 Поэтому Иисус сказал. Лучше для вас. Чтобы я пошел. И чтобы я пошел вам другого утешить. Умолю отца. Я сам такой. И пошел вам и другой. Который такой же, как я. Но данный момент. Лучше для вас. Та же, как в библейские времена. Ветх и заветах времена. Бог говорит пророках. Многообразно. Различным путем. Но не-не. Во кресте говорит нам. Почему во кресте? Как будто только во кресте? Нет. Во кресте открываются дарисушения. Как апостоли. Как пророки. Как евангелисти. Как душепопечители. Как даятели. Как все разные служения. Ощель. Музыканты. Прославления. Разные служения. Служения с помощением. Пастыри. Учители. Все для того, чтобы целое Христово пришло единство в вере. Чтобы никто не был больше молодец. Никто не жил вообще под гнотом дьявола. А чтобы мы все жили в этой славе Божьей. Чтобы в доме Божьем была слава Божьей. Ок. Мне надо продолжать. О, халлилуйя. Я могу целый месяц об этом говорить. Ок. Смотрите. Смотрите. Смотрите со мной. Когда Бог ведет. Чем Он нас ведет? Ведет нам словом своим. И нам приходится с верой ступить. Зелещать в этой славе. Евангелие. Другие. Пятая глава. Я быстренько скажу ситуации. Вот. Силу ночь. Апостол. Тогда он еще не апостол. Пьет. Симон пьет. Силу ночь. Накадился на море. Пытался. Ловить рыбу. И ничего не ловил. Силу ночь. И видно. Как это разочарование в нем. И он пришел. Берег со своим товарищем. Вымевая свои сети. Иисус приходит и говорит. Дайте мне вашу лодку. Рыбак Симон. Мне нужно. Чтобы в этой лодке проповедовать. Поскольку это было возле моря. Берег. Он стал в этой лодке. Проповедовал. Учил. И когда он закончил. Эй. Молодой рыбак. Рыбак. Закиньте сети твои. Неподалеко в море. А Пьет говорит. Слушайте. Я всю ночь работал. И ничего не поймал. Сегодня неудачный день. Сегодня не день удачи для меня. Иисус говорит. Нет. Закиньте сети. Иисус. Слово было с властью. Как написано. Он отличается от фарасей и садуки. Потому что он говорит с властью. Его слова. Даже беси. Слышать. Они понимают. Это слово с властью. И он говорит. Закиньте. Аплите. 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 Но. У него в этом время состояние разочарование. Новость. Всю ночь ничего не было. Новость нехорошая для него. Ночь не принес ему хорошую новость. Я не знаю кто приносит тебе какие-то новости. Через описание. Диагноз. Принес тебе какие-то несчастные новости. Несчастные новости. Так я классифицирую. Несчастные новости. Не слушайте несчастные новости. Слушайте слово Господа. Потому что водительство Божий. Он через слово дает. Как Иосифату. Как Израиль. Как Иерусалим. Так он дает тебе. И сказал. Закиньте. И пьет сказал. Окей. Окей. По твоему слову. Я сделал. Не потому как у меня эмоции. Какие-то чувства. Какие-то откровения. Если ты так сказал. Я сделал шаг. Я это сделал. И закину сеть. И было урожай. Это было водительство Господне. Даже то что касается глупое. Когда Бог говорит. Он превращает его чудо. Халлилуйя. Халлилуйя. О я молюсь. Сегодня чудо идет к вам. Халлилуйя. Скажите на это жирный амин. Чудо Божье идет к вам. Неважно кто сказал вам. Что тебе не получится. Но я пришел сегодня утром. Субботой утром. Сказал вам. Что чудо идет к вам. Это день. Я не говорю завтра. Сегодня. Бог дает вам жизнь. Бог оживотворяет организм вашей. Бог кого-то благословляет финансы. Огромные суммы финансы. К этому подадут к концу. Халлилуйя. Поэтому мы увидим это. Бог через слово. Давайте посмотрим. Третий царств. Семнадцатая глава. Города Сирепту. Десятого стиха. Бог посылает пророка своего к вдове. У которого остался только сына. И гость муки. И немножко масла к кушине. Которая собралась. Готовит себе последний обед. И умер с сыном. И Бог посылает в это время пророк к ней. И Бог сказал пророку. Я приготовлю для тебя женщину. Которую будет тебя кормить. Но женщина еще не слышала, что Бог приготовил для нее изобилие через сеяние жизни пророка. Что то, что она даст пророку превратиться в урожай. Минусество. Которое обеспечит ее тридцать с половиной года вперед. Во время засуха. Что смерть будет миновать ее. Она не знала об этом. И пророк приходит и говорит. Дай мне попить. Она идет. И за среду он говорит. Принеси мне покушать. Она говорит. Не, 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 не. У меня осталось последний. Я не могу тебе дать. Это звучит глупо. Ты пророк. Пришел к вдове. И последний ее хлеб. Хочешь собрать? Но она послушала. Да. У меня чувство голода. Я умирает от голода. И у меня последний умирает. Но если Бог говорит через тебя. Я послушаю, мне послушаться. Я не знаю, кто ты. Но слово, мне кажется, что в этом что-то есть сегодня. И она пошла готовила. Когда она готовила пророку. И покушала. Вы знаете, когда пророк сидит, это тебе благо. Аллилуйя. Когда пророк сидит, это тебе благо. Когда пастор сидит, это тебе благо. Когда апостол сидит, это тебе благо. А еще когда Евангелие сети О, город спасется Аллилуйя, аллилуйя А когда учите сети Откровение идет к тебе от Бога Бог видит Господь видит Господь видит Он видит тебе Кудета прекрасного Чудесного Видит тебе свободу, радость И жизнь вечную И вот Она дала и пророскала Теперь принеси многие кушения И у нее Бука увеличилась Масло увеличилось По слову Божьему Вы помните Четвертое царство, пятая глава Военные Такой бодрый военный Такой известный Заменитый человек Нейман И когда заболел Имея болезнь проказа И Библия говорит Проказ это унизительная болезнь Это сделать человека Жить в одиночестве Отвержение От народа И написано, что Пророк Елисей сказал Своему слугу Скажи ему Иди в Иоадане Окунуться семь раз Зали такой длинный путь Прийти к пророку Чтобы Исилиса Его встреча под дорогой Пророк сказал Иди Окунуться семь раз Это нонсенс Это не дает Какое-то понимание Я сделал такой длинный путь У меня богатство С собой Подарки Отдать пророку И я думаю Что он выйдет Он так сказал Во службе руку надо мной И буду молиться Чтобы проказ Снято А он просто говорит Иди Окупаться Окунуться семь раз Разве откуда я Нет лучше воды С Ивана Есть лучше Но Его слуга говорит Господи мой Пророк Не просит тебя Что там Просто Иди Окуни Семь раз Видите как Бог делает Когда Бог ведет Он ведет К очищению Он ведет К исцелению Он ведет К свободе И надо Хочется спорить С Богом Не-не-не Это не логично Это не подходит Никакому логику Это не подходит К ничему интересному Но вы понимаете Именно Когда не подходит Логику Это башки наши Простите меня За такую фразу Все происходит Чудесно Халлелуя Именно потому Что Бог Говорит слово И он говорит Верьте пророкам его Верьте пророкам его Халлелуя Мы можем Много Говорить Слушайте Очень много Мы можем Говорить Когда мы читаем Смотрите Солом 118 Глава 105 Такое Интересное Написано Слово Твое Светыник Ноги Мои И сесть Стизи Мои Слово Твое Бог ведет Нас Словом Своим Духом Святым Своим Халлелуя Халлелуя И когда его слово Говорит И мы делаем Не потому что мы чувствуем Потому что мы сделаем шаг веры А потом Мы будем чувствовать Мы будем видеть Халлелуя Сначала верить А потом ты увидишь А не сначала верить А потом верить Не не Это не то Иисус сказал В этом нет благословения Блажен не видящий А верующий Халлелуя Самое благословение Приходит Когда ты веришь Сначала А потом чудо Приходит И ты увидишь И ты будешь радоваться Халлелуя В этом Боже Благословение Смотри Слово твое Светчинник Для стези Мои И сеть Светчинник Для ноги Мои И сеть Стизи Мои Твое слово Когда меня ведет Я не спотекнусь Никогда Оно как Сеть Оно Светчинник Для моей ноги Оно освещает Пути мои Дорогу мою В этой жизни Халлелуя И Сеть Для Мои Шаги Халлелуя Все Светы мои Освещаются Словом Божьим Я молюсь Чтобы Слово Божие Просто Был как Солнце Твоей жизни И освещало Все внутренние Дух Душа И тела Халлелуя Окей Я хочу Уже Завершать И хочу Обратить Наше внимание На Солом 22 Что там написано Давид Говорит Солом 22 Давид Говорит Господь Пастир Мой Я Ни в чем Не буду Нуждаться Ты веришь Твою А ты Сколько Нужда У меня Сколько Нужда У меня Он Господь Пастир Мой А если Он еще Не Пастир Твой Заверит Его Сегодня Пастир Твоим И тогда Ты попадаешь В этой категории Ты Ни в чем Не буду Нуждаться Я хочу Обратить Наше внимание На следующие стихи Он покоит Меня На Злачные Пастир И ведет Меня К водам Тихие Не ведет Меня К опасности А место Безопасности И Пастир Злачные Пастир Это Сочное Здоровье Питание Для моего Духа Души И тела Для моего Радости Аллилуйя Для души Моей Он ведет Меня Злачный Пажет Месухим Пажет Злачным Аллилуйя Там где Все хорошо И Подкрепляет Душу Мою Направляет Меня На стези Правды Ради Имени Его И Если я Пойду Далее Смертный Тень Я Ну боюсь Зла Потому что Ты со Мною Жизы Твой И посыл Твой Аллилуйя Они успокаивают Меня У Бога Есть чем Успокаивать Меня Есть его руки То что он Употребляет Чтобы успокаивать Меня И Шестой стих Так Благость И Милость Да Сопровождает Меня Во все Дни Жизни Моей И Я Пребуду В Доме Господнем Многие Дни Когда Ты Принял Твое Решение Поклоняться Богу Быть В Доме На все А я Я А я Благословение Меня Подкрепляет Меня Он Подкрепляет Меня Он Подкрепляет Меня Там Где Мне Нужна Крепость И Мне Не Хватает Подкрепления Поддержки Он Будет Подкреплять Словом И Духом Святым Своим Поэтому Давид Сказал Я Пребуду В Доме Его В Церкви Там И Подкрепление Моего Духа Подкрепление Моей Души Подкрепление Моего Здоровья Подкрепление Мудрости Идеи Для Зарабаток Чтобы Зарабатывать Финансы И Благословен И Ни В чем Не Нужда Бог Будет Вести Меня Злачные Пашки Место Успеха Место Поражения Аллилуйя Но Он Сказал Это И Думаю Нет Я Остановлю Благость И Милость Да Сопровождает Меня Давайте Подумаем Что Такая Благость Это Что Благой Милость Несослуженное Благословение Несослуженные Возможности Несослуженная Рука Господня Твоей Жизнь Благость Когда Благо Сопровождает Тебя Что Входит Понятие Благо Успех Просветание Здоровье Хорошей Семью Радостной Жизни И Семейной Успех Твоим Детям Это Благо Благо Халлилуйя Служение Успешное Халлилуйя Там Где Люди Познают Бога Люди Растут Духовно Утверждается Словом Божьим И Служит Господу Когда Каждый Определяет Себе Находит Себе В Доме Божьем Призвание Своем Халлилуйя Когда Город Меняется Меньше Бонеба Меньше Преступности Городе Когда Есть Мир Когда Есть Безопасность Когда Есть Радость Когда Мы Можем Радоваться Когда Продвигается Не Закон Злой Закон А Закон На пользу Людей Благость Несослуженное Благословение То есть Божьей милости Несослуженное Благословение Халлилуйя Если это Можем Сопровождать Тебе Тогда Сегодня Сопровождай Тебе В этом Исцеление Твое Спасение Твое Мир Твой Радость Твоя Спасение Твое Все Все Что Ты Несослуживаешь Бог Может Во Крести Отдать Тебе Вот Тоже Тебе Сопровождать И Самый Последний Дайте Мне Две Минуты Пожалуйста Потому Что Я хочу Сказать Это Бог Хочет Кого-то Благословить Финансами И Бог Благословляет Нас Финансами Не Для Накопительства Когда Бог Благословляет Свои Детей Не Для Накопительства Давид Сказать Я Пребуду В Доме Господнем Миноги Дней Нечуть Чуть Нечуть Чуть Миноги Дней Миноги Дней Но Для Чего Бог Должен Благословить Меня Для Чего Бог Должен Довать Мне Успех Или Приготовgen трапезу при врагов моим. Почему? Для того, чтобы у меня был достаток. Не для накопительства. Для того, чтобы я могу с этим тоже служить другими. И продвигать дело Божие. Бог не дает мне благословения финансов, чтобы я накопил их, а потом умирал и это стало другими. Это зло. Так Соломон пишет и это суета. Но Бог благословляет меня, чтобы я оставил благословение для других. Для служения Евангелия. Чтобы я поддерживал и апостоли, и пророки, и пастори, и евангелисты, и учителей. Поддержал дела в Доме Господнем. Сегодня дьявол будет многих обманить, действительно не давать, приношения не давать, разные споры, разные споры. Это все чепуха, это все глупости. Когда Дух что-то ведет у тебя, у тебя таких вопросов не будет. Потому что ты знаешь, что кто сеет скупо, скупо пожинает. Кто сеет щедро, щедро пожинает. О, Бог по ругам не бывает, что сеет человек, то и он пожинает. Кто сеет плоти, от плоти пожинает. А кто сеет в духе, от духа. Поэтому Бог благословляет нас. И я не знаю, не знаю, не знаю вас, кто меня слушает, и будет слушать. Но мне кажется, Бог хочет благословить этот день субботный. Десяти человек финансовый прорыв их жизни. У кого-то начинает открывать двери возможностей и будет зарабатывать, как говорят в мире, сумасшедшие деньги. У кого-то дела твои начинают расширяться. У тебя будут филиалы в разные области. Я вижу, что Бог начинает кого-то благословить. Но для дела Дома Господня, для дела Евангелия, но ты не будешь лишиться благословения. Ты станешь благословением. И вот он дает нам понять, как деяние апостолов, он так благословил, когда многие начали каяться. Благослови народ, среди учеников и среди верующих не было никакого нуждающего. Я тебе подтверждаю слова Давида. Господь пасет моим, и я ничем не буду нуждаться. Люди идут в церкви, и нужды там уже нет. Нужды там отвечаются Господа через слово, через братья, через сестры, служили друг другу свои имения. Утешали друг друга, и никто ни в чем не нуждался. Поэтому церкви быстрее начали восстаться, и Бог ежедневно прилагался к телу Христову. С этим я заканчиваю. Водительство Господа не всегда для ума человека разумно, но когда ты испуняешь, у тебя будет много апостолам. Паве, никогда ни дума, что будучи убитцам станет великим апостолам. Тибуфе, никогда ни дума, будучи язычникам станет великим пастолам. для огромной церкви. Никогда ни дума, Синегромова, Задивеев, Иаков, Ивана, что он станет апостолом. Он, Матвей, сборщник, никогда ни дума, что он станет апостолом. Только одно слово Иисус сказано, идите за мной. Вопрос, за кем ты идешь сегодня? Идите за Христом, за Его Словом, за те, которые поставили в свою жизнь. Верите Богу и пророкам Его. В этом завете так написано. Но сегодня нене он говорит через Сина. Верите Богу, апостолам Его, пророкам Его, евангелистам Его, пастолам Его, учителям Его, и буду вам что? Успех. Успех. Слово его даст вам утвердиться о ситуативном моменте, когда вы слышите слово, как завтра воскресенье, вы будете слышать слово, Он даст вам слово, которое даст вам успех и будет вам успех. Я благословляю вас. Пишите мне в личку, что Бог делает в вашей жизни. Я с радостью буду молиться и благодарю Господу за ваше свидетельство. Да, благословляю Господь Бог. Спасибо за ваше время. День субботный. Готовьте ваши сердца на служение Богу и нахождение Дом Господний. И знайте, участь вас это да сопровождаю вас благость и милость Господне с миром Божьим. Мы с вами встретимся в следующий раз. Я дам вам знать. Или понедельник или вторник. Потому что сегодня у меня поездки в Непетровскую область. И мы увидимся. Если не понедельник обязательно вторник. Да, благослови Господь Бог с миром Божьим. Аллилуйя.